Располагаем две детали напротив друг друга открытыми рядами. С какой стороны у вас будет располагаться нить на верхней детали или на нижней значения не имеет, но сшивать нужно лицевой стороной наверх. Берем нитку и от верхней детали сшиваем нижнюю. Сшиваются петли, которые расположены напротив друг друга. Формируем вот такой трикотажный ряд. В первую петлю на второй детали вводим иглу сверху вниз. Эту петлю снимаем и во вторую петлю на спице вводим иглу снизу вверх с изнаночной стороны на лицевую и выводим иглу. Подтягиваем нить, чтобы у нас не было слабо и получилась трикотажная строчка. В первую петлю с предыдущей детали вводим снова иглу сверху вниз, снимаем петлю и во вторую петлю вводим снизу вверх с изнаночной на лицевую и вытягиваем нить. Возвращаемся на нижнюю деталь вводим иглу с лицевой стороны на изнаночную сверху вниз и снимаем готовую петлю, чтобы она нам не мешала. Во вторую петлю снова снизу вверх с изнаночной стороны на лицевую. Возвращаемся на верхнюю деталь вводим углу с лицевой стороны на изнаночную сверху вниз, во вторую петлю, снизу вверх с изнаночной стороны на лицевую. Вот у нас петелька слетела с нижнего. Детали сверху вниз вводим снизу вверх. Итак, продолжаем или же до конца ряда или до того участка, где вам необходимо остановиться. После отпаривания петли выровняются и этот ряд сравняется с общим полотном. Подтягивайте дужки, если это необходимо, поправляйте и регулируйте. В правую руку хвост, в правую руку крючок необходимого вам размера. Берем полотно и передвигаем все петли на край спицы. Крючок вводим в крайнюю петлю, цепляем нить и снимаем петлю со спицы. Крючок в полотно в петли вводим с лицевой стороны, чтобы петля у вас не была скрещенная. Нам нужно с лицевой стороны за правую стенку. Цепляем нить, сбрасываем петлю. Для удобства можно спицы поддержать предыдущую петельку и вывести новую петельку через нее. Не делайте слишком туго петли ряда закрытия и не слишком слабо. Необходимо, чтобы вот эти ряды в ряд, который вы закрываете, входили очень ровно, без перекосов, но в то же время не слабо. То есть получается, что, сейчас сниму и покажу, вот эти образовавшиеся петли, которые будут завершать наше полотно, они должны располагаться на двух петельках вот этих вертикальных рядков. Вводим за правую стенку с лицевой стороны крючок, цепляем нить, можем поддерживать вот так, спицей, и выводим нитку через предыдущую петлю. Придерживаем, вводим. У меня закончились петли на нижней детали, я убираю спицу и перехожу на вторую верхнюю деталь. Передвигаю спицу в обратную сторону, я беру следующую петлю, цепляю нить и провожу одну петлю через другую. Здесь чуть-чуть потуже нужно сделать, чтобы не было дырки вот в этом месте. Потом мы еще подтянем ниткой, которой сшивали две детали. Закрываем дальше, я сшила детали, вот что мне получилось, нить обрезала и последнюю петельку, хвостик нитки вывожу. И вот эту нитку можно спрятать потом. Теперь возвращаемся вот в это место. Здесь нам необходимо зашить эту дырочку. Так как мы сшивали две детали, у нас осталась нить от трикотажного шва. Нитка у нас должна и ряд продолжаться вот сюда, в ряд закрытия. Для этого мы снизу вверх, в следующую петлю в ряду вводим нашу нитку для трикотажного шва. Возвращаем вниз, сверху вниз в петельку, вводим нить и закрыли наш трикотажный шов. И в этом ряду, в нижнем, в продолжении ряда следующей петли, вот сюда выводим нитку. И все, у нас здесь получилось чисто. Здесь мы можем обратно нить вернуть вот сюда в верхнюю петлю, откуда она вышла. Вот так. И уже с изнаночной стороны мы нитку будем прятать. И у нас вот так получилось аккуратное место. Получилось, что две детали мы сшили между собой трикотажным швом, а оставшиеся петли мы закрыли крючком. Вот уже готовая деталь после проведения влажно-тепловой обработки. Наш трикотажный шов и закрытие части петель. Вот этот способ закрытия очень похож на наборный ряд. Да, в принципе. Здесь более пышные получились петли. и наш трикотажный шов, в котором мы соединили детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА